По легенде, великий Галилео часто бросал с Пизанской башни различные предметы и с интересом наблюдал за ними. При этом он абсолютно не замечал, что внизу у подножья башни стоит огромное количество людей и также с интересом наблюдают за Галилео. Между прочим, он бросал довольно тяжелые предметы. Ну что ж, для потомков тех, кто выжил после тех опытов Галилео, наш следующий сюжет. Москва. Воробьёвы горы. Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика. Винчивающиеся в небо спортсмены и головокружительные, в первую очередь для них самих, трюки. Фристайл – это свобода в полёте. Это безумный драйв. Это один из самых молодых и самых опасных олимпийских видов спорта. Если вкратце, лыжная акробатика – это прыжки с трамплина, где оцениваются техническая сложность выполняемых элементов, высота прыжка, зрелищность и качество приземления. День соревнований. Российскую команду возглавляет бронзовый призёр Олимпиады в Турине Владимир Лебедев. Сейчас он готовится к квалификационному прыжку. Просто дух захватывает. Но вернёмся назад во времени. Две недели до соревнований. Лыжники тренируются не только на открытом пространстве. Существуют два наиболее важных фактора, которые влияют на результаты спортсменов. Это взрывная сила и анаэробная выносливость. И то и другое можно наработать в помещении. Анаэробная выносливость – это возможность интенсивно и многократно выполнять физические упражнения. А при помощи регулярных кульбитов на батуте можно отточить основные элементы и натренировать вестибулярный аппарат. Ведь ошибка, допущенная на трамплине, может привести к серьёзным травмам. Ну а взрывная сила – это способность преодолевать значительные сопротивления с предельной скоростью. То есть за высоту прыжка отвечает так называемый взрывной компонент силы. Три дня до соревнований. К мировому чемпионату готовятся не только спортсмены, но и сам трамплин. Во время соревнований на Воробьёвых горах стало на одну гору больше. Уникальное сооружение высотой 45 и длиной 140 метров. Весит эта громадина несколько десятков тысяч тонн. Кстати, её уже отметили в книге рекордов Гиннесса, как самый большой трамплин для сноуборда и фристайла в мире. Основа конструкции возведена из полых стальных труб, часто применяемых для строительства подобных нестандартных сооружений. Затем леса покрыли деревянным брусом и фанерой. Искусственного оснижения горы не понадобилось, снега хватило и так. Главное правильно распределить его по склону. А теперь самое интересное. Строительство трамплинов. Как вы видите, тут их целых три. Нет, не для синхронных пируэтов. Первый, высотой четыре метра, для выполнения тройного сальто. Второй, поменьше, для двойных. А третий, маленький, двухметровый, для тех, кто с вращениями вообще не дружит. Обратите внимание на межнациональную бригаду строителей, которые так активно машут лопатами. Это не гастарбайтеры на заработках. Не поверите, вкалывает элита мирового фристайла. По доброй традиции, все спортсмены лично участвуют в возведении трамплинов. Два дня до соревнований. Мощный толчок развитию фристайла дало появление лыж новой геометрии. У них нет сужения в центре, так называемой талии. Лыжи максимально жесткие, что позволяет равномерно распределить вес спортсмена и обеспечить устойчивое приземление. Стандартная длина сто шестьдесят сантиметров. Финал Кубка мира по фристайлу. В желтых майках лидера выступали фавориты соревнований. Спортсмены, которые показали лучшие результаты в прошлом сезоне. Действующие чемпионы. Несмотря на высокий уровень подготовки, падений избежать не удалось. Подкачала московская погода. Сильный встречный ветер не давал набрать нужную скорость на старте. В результате лыжники не успевали выполнить все элементы прыжка. Самые тяжелые травмы получил китайский спортсмен. Особенностью этих соревнований стало то, что победителей в лыжной акробатике определяли по общей оценке выступления. То есть по сумме двух прыжков. Это полностью исключило элемент случайности или везения. К сожалению, российских спортсменов на пьедестале не оказалось. Кубок мира по фристайлу улетел в США вместе с лучшим лыжником. Но впереди Олимпиада. И наши еще покажут. Продолжение следует... Продолжение следует...